Я хочу поговорить с вами о смерти. К смерти у меня отношение своеобразное. Я вам хочу объяснить, почему я к смерти отношусь. Не только так спокойно, но с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое впечатление, яркое, яркое о смерти, был разговор с моим отцом, который мне как-то сказал, что ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть, так как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее от этой встречи и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени, а много времени пошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная, маленькая келья, на верхушке французского дома. И у меня была кровать, стол, табурятка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и встал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как это я воскликнул вслух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, которую на дворе, на улице, я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силой переживаю слова апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом и прибавляет. Однако для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить. Это последняя жертва, которую он может принести. Все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить, потому что нужен он другим. Смерти я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции. Поэтому смерти я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умиграют спокойно, западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которой и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти, надо готовиться к вечной жизни. О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно, мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живёт не временем, а какой-то полнотой жизни, таким-то ликованием жизни, которое не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только, как о двери, которая широко распахнётся и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать всё-таки непросто, потому что что бы мы ни думали о смерти, о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны. Я был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришёл к нему вечером, сел рядом с ним и говорю, как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на меня и сказал, я сегодня ночью умрю. А тебе страшно умирать? Умирать мне не страшно. Но мне больно расставаться с тем, что я люблю с молодой женой, с деревней, с родителями. А одно действительно страшно. Это умереть одному. Я говорю, ты не умрёшь в одиночке. То есть как? Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь просидеть со мной. Я говорю, конечно могу просидеть. Он подумал и сказал, если даже вы посидите со мной. В какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один. Я говорю, нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать всё, что ты хочешь рассказать о деревне, о семье, о детстве, о жене, о всём, только, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. И я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительным говорить. И я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать. И тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза. я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку. И ты будешь периодически жать мою руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет её пожимать. Я начну жать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдёшь не один. Мы весь путь совершим вместе. И так мы в течение нескольких часов проводили эту ночь. В какой-то момент действительно он перестал жать мою руку. Я начал его руку жать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть. Потом она раскрылась, и его больше с нами телес, душевно, жизни не было. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает ещё другое. Человек болеет иногда долго, и он бывает тогда окружён или любовью, лаской, заботой, тогда умирать легко, хотя больно. И об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружён людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни, мы не можем отойти от его койки, мы не можем вернуться к своей жизни, мы не можем радоваться своим радостям, он как тёмная туча висит над нами, как бы он умер поскорее. И это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают, ну, как тебе? Ничего? Хорошо? Тебе что-нибудь нужно? Ага, ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, у меня свои дела, я вернусь ещё к тебе. И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго, но он любим, он дорог, и он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение трёх лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки, дороги друг другу, но у меня была своя работа. Я был единственный священник на лондонский приход. Ещё раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание епархианного совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думаю, найду ли я мать свою живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча! мать и постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она позвонит в звонок, я приду, и она мне скажет, мне тоскливо без тебя, побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было не в моготу, я поднимался к ней, оставляя свою работу и говоря, мне больно без тебя. И она меня утешала о своём умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что когда она умерла, она собой унесла всю мою любовь к ней. Всё то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили в Росте, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И когда она мне сказала, как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы тебе сказала, нам надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Да? Мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает в таком положении, что какая бы то ни была черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. и мы должны научиться преодолевать в себе все тёмные, мрачные, скверные чувства и забывая о себе глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть! Где твоя жало? О, смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос и мертвецов ни один во гробе. Я хочу ещё сказать нечто о смерти, потому что то, что я сказал, очень лично относится к тем или другим людям. Но смерть нас окружает всё время. Смерть – это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди, в ужасном страдании. И мы должны научиться тому, чтобы быть спокойными по отношению к своей смерти, собственной смерти, потому что в ней мы видим жизнь, зараждающуюся вечную жизнь. И что победа над смертью, страх, над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью и других к этой полноте жизни приобщать. Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем и не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления. Мне вспоминается одна наша старушка, такая Марья Андреевна, замечательное маленькое существо, которая ко мне как-то пришла и говорит «Отец Антоний, я не знаю, что с тобой делать, я больше спать не могу. В течение всей ночи поднимаются в моей памяти образы всего моего прошлого, но не светлые образы, а только тёмные, дурные, мучащие меня образы. Я обратилась к доктору, прося его мне дать какое-нибудь снотворное. Снотворное не снимает это Марьево. Когда я принимаю снотворное, я больше не власти как бы отдалить от себя эти образы, они делаются бредом и ещё хуже. Что мне делать? Я тогда сказал, Марья Андреевна, знаете что, я в перевоплощение не верю, но я верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь и не раз. Не в том смысле, что вы умрёте и снова вернёте к жизни, а в том, что сейчас с вами происходит. Вот когда вы были молоды, вы в узких пределах своего понимания поступали порой нехорошо, и словом, и мыслью, и действом порочили себя и других. Вы потом это забыли и продолжали и продолжали в меру своего понимания в разном возрасте своём поступать подобно, опять-таки себя унижать, осквернять, портить. И теперь, когда у вас нет больше силы сопротивляться против воспоминаний, они всплывают. И каждый раз, когда всплывают воспоминания, они вам говорят, Марья Андреевна, теперь, что тебе за 80 лет, почти что 90, если ты оказалась бы в том положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50 лет, ты поступила бы так, как ты поступила тогда. Если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, своё состояние, события, людей, и можете сказать, нет, теперь со своим опытом жизни я никогда не могла бы сказать это убийственное слово, я не могла бы поступить, как я поступила. Никогда, если вы можете это сказать всем своим существом, и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, это от вас отойдёт. Но будут приходить другие, и другие, и другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами будет Бог ставить вопрос, это твой прошлый грех, или это теперь всё ещё твой грех. Потому что, если вы возненавидели какого-нибудь человека, когда-то, но не простили ему, не применились с ним, то тогдашний грех – это ваш теперешний грех, ваша теперешняя греховность, и она от вас не отошла, и не отойдёт, пока вы не покаетесь. И другой пример в этом же роде я могу вам дать. Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась, и я напоследоке сказал, а скажите, Наташа, «Вы всем и всё простили, или у вас какая-то заноза ещё есть в душе?» Она говорит, «Всем я простила, кроме своего зятя, ему не прощу никогда». Я говорю, в таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу вас святых тайн, и вы уйдёте на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова. Говорит, «Ведь я сегодня умру». Я говорю, «Да, вы умрёте без разрешительной молитвы и без причащения, если вы не покаетесь и не примиритесь». Я вернулся через час и ушёл. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит, «Как вы были правы?» Я позвонила своему зятю, всё ему сказала, он всё мне сказал, «Мы примирились», и он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность, примирённая со всеми». Вот то, что я хотел вам сказать о смерти в пределе тех 20 минут, которые у меня есть. до смерти до смерти до смерти до смерти Продолжение следует...